Суббота, выходной день, большинство жителей отдыхают, а те, от кого зависит создание комфортной и благоустроенной среды проживания для них, то есть для всех нас, ни на день не останавливают работу. Поедем, посмотрим, как обстоят дела. На набережной вдоль улицы Шмидта осталось нанести последние штрихи. Завершается монтаж перильного ограждения и скамеек. Около моста ШТФ рабочие монтируют металлический пандус для маломобильных граждан, велосипедистов и мам с колясками. В перспективе мост перестроят, и он будет вровень с набережной, а пока проблема решается вот такой конструкцией. К сожалению, на новой набережной уже отмечены попытки вандализма, но видеокамеры системы «Безопасный регион» подключены, и выявить нарушителей не составит труда. Авторский надзор на набережной ведет архитектор Алексей Воробьев. Он доволен, все архитектурные решения, которые изначально закладывались, удалось реализовать. Основная идея нашей набережной как пространственной структуры, то есть не линейной такой, а именно пространственной, чтобы было ощущение наибольшего уюта. Оно, в принципе, получилось изначально. Мы сохранили очень много деревьев, что, естественно, большой плюс. Мы сохранили ландшафт, мы сохранили буквально все то, что было ценно на этой территории. И просто архитектурой это подчеркнули. Продолжается возведение нового старого моста. Кстати, многие жители интересуются, останется ли на металлических конструкциях надпись «Холдинг Щелковский». Да, планируется оставить. Сейчас на объекте ведутся бетонно-монолитные работы. Мост строится за бюджетные и внебюджетные средства. Районные власти работают над тем, чтобы сам старый мост забрать в муниципальную собственность и реконструировать. Любой элемент, который был начат и брошен, будет закончен. И введен в эксплуатацию. Я имею в виду элемент, инженерная инфраструктура, этот мост. По плану к Новому году сдадим. На улице Гагарина в микрорайоне Чкаловский завершен первый этап реконструкции. Строители сдали благоустройство площади у Вечного огня и на Аллее Героев. Работы продвинулись дальше, в сторону улицы Жуковского. Сейчас выкладывают брусчатку на пешеходных дорожках, монтируют парковое и дорожное освещение. Уже привезли и устанавливают скамейки и урны. По словам представителя подрядной организации, на площадке работают 44 человека и несколько единиц техники. Сейчас у нас запланировано Циолковского полностью. Парковку уже сделали, асфальтировали. На сегодня остается только пешеходная зона. Подходы к подъездам, все как полагается. Красиво будет, оригинально, люди будут довольны. 25 декабря это уже точно с развязкой полностью мы должны сдать. Несмотря на все, и в ночь выходим, работаем, какие виды можно делать, чтобы не шуметь людям. До 20-го должна закончить. Обещает 25-го? Ну, это она обещает, а до 20-го мы договорились, чтобы первый штраф, если она основную часть работы не сделает. Я допускаю еще, что круг не будет готов, потому что много работы. В ходе совещания к Алексею Валову обратились жители с просьбой решить давнюю проблему контейнерной площадки на улице Жуковского. Сами контейнеры в порядке, площадка оборудована под раздельный сбор мусора. Но вот крупногабаритные отходы значительно превышают допустимые нормы. А кто? Ночью подъезжают машины. Одно время пытались бороться, даже милиция приезжала, забирали их. Долго жгли эти свалки. Хорошо. Мы обнаружили мусор и от ремонта квартир, и от торговых точек, и даже от большегрузных перевозок. Между тем, у каждого предприятия должен быть договор на вывоз ТКО. А у многоквартирных домов есть нормы накопления, за которые платят жители. Весь же этот мусор сверхнормативный, и средства на его вывоз не предусмотрены. Выход в данном случае оснащение площадки системой видеонаблюдения или перенос ее подальше от дороги. Сейчас уберем мусор, а летом перенесем эту контейнерную площадку в другое место, где не будет подъезда с дороги, и такого массового вброса мусора тоже не будет. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok